Всех ты запустил, Максим? Тамара, здравствуйте, вижу сообщение ваше. Максим, можно начинать? Все, поехали, да? Друзья, всем привет! Значит, продолжаем традицию вот таких эфиров в виде планерки. Дело в том, что сейчас часть команды в одном городе находится, другая часть команды в другом городе. И, соответственно, мы решили эфиры проводить в таком формате, получили положительный отклик на эту тему. Эта запись, она будет у нас сохранена и выложена на YouTube, наш канал. Вот, и, соответственно, кто не участвует, тот сможет посмотреть ее в записи. Значит, последние события какие? У нас была встреча с шейхом Каширом Мактум-Эль-Мактум. Эта встреча, скажу, что она прошла более такая, знаете, с большим интересом, более теплая. Но если кто-то ждет уже результаты завтра, то, ребята, пожалуйста, не нужно ждать результаты завтра. Арабский мир, он такой, когда любой вопрос, который, значит, имеет какие-то глобальные масштабы, он решается в очень продолжительный период времени. Иногда это занимает и полгода, и даже чуть больше. Поэтому я могу сегодня сказать с уверенностью, что у нас идет позитивный диалог. Мы пытаемся и даем больше информации о проекте. Статистика говорит о том, что человек, когда знает больше о проекте, он еще с большим интересом к нему относится. Также у нас в настоящий момент появился склад, где мы можем складировать наши макеты в рамках подготовки к Экспод Дубай-2021. И, соответственно, у нас появился небольшой офис. Небольшой офис, и я так считаю, что это неплохие первые шаги, которые мы здесь делаем. Также мы планируем здесь встречи с местными девелоперами. Я думаю, они у нас начнутся, наверное, это будет в начале мая. То есть мы должны хорошенько подготовиться к этому. Понятно, что технологии, которые они не видят еще пока в реальном объекте, сказать им, ребята, покупайте, это нереально. Это нереально, но так или иначе, предварительные договоры пытаться заключать на нашу технологию и также ее продвигать на территорию Дубая мы можем и должны обязательно это, соответственно, делать. Вот. Ну, в общем, я наполнил позитивом. Интересно. Кстати, друзья, у нас также состоялся зум с королевой Шебой. Значит, на сайте можно поподробнее в ленте новостной прочитать, кто она, кем она является. И 22 марта мы получили приглашение от государства Хонго в лице губернатора. Я вам сейчас имя его скажу. Так. Пауль Балентьяго. И, соответственно, у нас есть с ним договоренность, что мы должны получить визы в Хонго. Они нам содействуют в этом вопросе. И, возможно, в апреле мы побываем на той самой территории, где они планируют новую застройку, совершенно новую. Они интересуются технологиями современными. И, соответственно, это также наши клиенты в перспективе. Вот. Ну, давайте теперь, наверное, поговорим с Русланом. Вот. Руслан у нас архитектор наш. Главный в архитектурной мастерской. Вот. И расспросим, как идут дела относительно, значит, новых визуализаций возможных, относительно проектирования и прототипирования макетов. Он непосредственно взаимодействует с архитектурной мастерской, сами понимаете, да? Ежедневный диалог имеет. Поэтому у нас сейчас в работе идет макет с генератором. Это один объект. Еще один объект у нас высотой 2,35 – это контентный макет, точно такой же, который стоит у нас на территории Сколково. И, кстати, о Сколково, да, друзья, у нас в главном корпусе Сколково установлен наш макет. Мы хотели сделать трансляцию, видеотрансляцию, значит, так же на нашем сайте, как у нас идет трансляция из архитектурной мастерской и на рабочий прототип. Но, значит, политика Сколково такая, что видеонаблюдение там нам, к сожалению, не разрешили сделать. Вот. И, соответственно, так, это два макета. И третий макет – это транспорт-ангистическая система города. Это копия того объекта, который у нас сейчас находится в торговом центре Афимол, в городе Москва, да, на территории Москва-Сити. Но он уже в такой более продвинутой версии. Продвинутая в том смысле, что он и более качественный, и более должен быть понятный обывателю. Вот. Это такая основная задача этого макета, чтобы человек подходил и в течение двух-трех минут понимал полностью, о чем идет речь. Вот, Руслан, по макету прототип с генератором. Расскажи, какие новости, какие планы. Ну, давай я начну с того, что могу сидя рассказать, и потом прямо к макету, к этому подойду, постараюсь, ноутбуком расскажу. Есть. Из такого, ну, сейчас много задач есть. Это вот пока все карты раскрывать не будем. Вот территория Москва-Сити, рядом с территорией Москва-Сити прорабатывается, как сказать, некая концепция развития территории. И в связке там проект «Ветер» и проект «Город» пытаемся уместить. То есть сейчас ведется там зонирование какой-то территории, как можно было обыграть какие-то старые дома, может быть, что-то перенести. В общем, прорабатывается концепция. Можно чуть-чуть подробнее про это скажу. Значит, дело в том, что вот пару недель назад мы обсуждали территорию рядом с Москва-Сити. Там стоят пятиэтажные и девятиэтажные дома, которые идут под снос. Там освобождается территория, по-моему, более трех гектар, да? Угу. Да. И буквально через восемь дней, как мы только это обсудили, и уже начали планировать в качестве проектного предложения на эту территорию нашей башни, появился, значит, в Афимоле, подошел к макету человека, и у них есть план как раз по усвоению этой территории. Они хотят ее, я так понимаю, приобрести и реализовать там вот некий такой вилопский проект. Им проект наш очень понравился. И поэтому мы сейчас уже не просто делаем проектные предложения, значит, всему, всей стране, да, так просто. Типа, ребят, здесь бы могло быть так. А уже это некий такой адресный проект. Вот, ну, я не знаю, насколько у них есть много компетенций для того, чтобы согласовать все эти вопросы, потому что объект инновационный, он потребует не просто разрешения на строительство, да? Ну, так или иначе, если есть люди, которые обладают ресурсами, обладают территорией, конечно же, мы должны открыть, чтобы сделать им такую визуализацию. Да. И ты ее когда планируешь окончить? Ну, сейчас я занят, насколько ты знаешь, письмо с предложением. Также делает сейчас прототип. Еще одна версия другого размера, более, как сказать, мобильная, в отличие от этой. Ну, может быть, менее мощная, но более мобильная. Потом вот резко переключаемся на территорию, доделаем Москва-Сити. Ну, я думаю, можно там за дней 7-10 это сделать. То есть мы уже начали там поднимать дома все существующие. Вот, съемка с дрона есть. Ну, вот как-то так. Потом еще переделка контентового макета по плану, который Бурдж. И также к нему еще задача стоит рядом поставить обычное здание Бурдж. Ну, в соотношении, чтобы в размерах часто люди не понимают, что это здание. А так будет узнаваемый объект и будет какой-то ассоциативный ряд. Вот такого. Ну, попробую сейчас пойти и показать то, что есть. Ребят, видно что-то? Видно, видно. Видно, Руслан, видно. Ага. Ну, а тут, по-моему, на... Не слышно? Ну, видимо, как-то от точки Wi-Fi отходишь и хуже. Ну, в общем, это был рабочий прототип сегодня по собранию на 85%. И тестировали, ну, рукой генераторы крутили, но он там 220 подавал. Но макет может, конечно, поменьше. Но, тем не менее, достаточно мощный потенциал может раскрыться. Со звуком не знаю, что было. Так, там у кого-то микрофон включил. Максим, пожалуйста, проверю, у кого включен микрофон. Ну, хорошо, я понял, Руслан. Почему-то, когда отходишь, звук пропадал, не знаю почему. Когда ты его планируешь уже выдать нам? Второй прототип. Ну, вот с рабочим генератором, обновленную версию, да. Ну, в смысле, то, что сейчас строится или еще одна модель, которая мобильная? То, что сейчас, да. Ну, то, что сейчас, по сути, провести нужно, вот, светодиодные ленты, чтобы демонстрировать, что он их зажигает сам. И какой-то декор под светом. Скажи просто срок, у нас конференция 40 минут. Я думаю, до конца марта, думаю, да, сделаем. До конца марта, ну, отлично, отлично. Все, я понял. Ну, еще что ты хочешь сказать? Ну, пока нет, но он следующий уже, думаю, конференция будет, ну, эти этапы какие-то показаны, следующий закрытый. Я думаю, он уже будет светиться к этому моменту, вырабатывать энергию. Ко мне вопросы, претензии, пожелания какие-то имеются? Да, вроде, пока нет. Пока нет. По письму такого вопроса, но это уже рабочие. Да, это рабочий вопрос. Ну, окей. Сергей, давай, пожалуйста, ты у нас занимаешься, прежде всего, новым кабинетом обновленным, да? Сергей, включите, пожалуйста. Скажи, пожалуйста, на сколько процентов он готов? Ну, на самом деле, процентов на 70, наверное, можно утверждать, что готов. Есть еще моменты, которые нужно доработать, но, тем не менее, какой-то уже процентов на 70 прототип мы имеем. Да, на 70, подожди, на 70 в твоем компьютере или в голове? Ну, нет, на самом деле... У тебя представление у самого, как он должен... Нет, представление есть на 100%. Это самое главное. Да, да. Это самое главное. На 70 готов. Вот. Также были еще попутные задачи. Сейчас у нас... Руслан сделал, пожалуйста, потише. Сам себя просто слышу. Прошу прощения. Также были попутные задачи, вот по, значит, ожидаем лендинг по городу, там будет добавлена секция с видео. Вот. Ребята сориентировали где-то, наверное, на конец этой недели. Вот. Также дорабатывается блок с патентами на лендинге «Ветер». То есть, там была кнопка, значит, что... Да, да. Ага, Сергей, ты прямо на меня смотри и мне рассказывай. Я понял, что ты немножко волнуешься, что там у нас люди смотрят и так далее. Ты мне просто рассказывай. Да, да, ладно, хорошо. Да, да, и прямо на меня смотри, да. Ага. Да. Да, то есть, по лендингу городу, что там планируешь? По лендингу городу будет добавлено видео, ну, то есть, полностью видеопрезентация. По-моему, около трех минут она будет идти, ну, и, собственно, этот блок будет добавлен. А когда ты планируешь добавить его? Ну, вероятнее всего, это конец этой недели, начало следующей. Я думаю, до следы. Угу. Там с дизайном проблема или с интеграцией? Нет, это именно, то есть, вопрос верстки и, соответственно, нужно протестировать, чтобы на всех устройствах корректно смотрелось и, соответственно, будет выделено. Ну, у тебя ресурсов на эту тему достаточно, там, верстальщики? Да, да, конечно, да. И все, есть, ребята, полный комплект, да? Да, ну, сейчас вот еще дополнительно одного контент-разработчика, возможно, для этого. Нужно будет привлечь, но уже на этот счет было пройдено с одним из них собеседование. Да, ребят, кстати, вот те, кто наши зрители, или здесь, или на YouTube, если у кого-то есть, значит, друзья, которые понимают IT-вопросы, которые специализируются на IT-вопросах, вы, пожалуйста, присылайте нам их контакты по любому номеру, который есть на сайте, или в Телеграме, или даже прямо мне, и либо заходите на сайт, значит, выбираете, там, Сергея, как человека из нашей команды, и прямо ему там, у тебя там Инстаграм, да, наверное? Да, в Инстаграм. И прямо в Инстаграм ему там присылайте, то есть нам IT-ресурсы, они нужны, и мы тогда будем делать эту работу после этого. Ну вот сейчас, в частности, да, да, сейчас, в частности, вот если об этом говорить, да, то есть необходимость бэкэнд-PHP-разрабатчики, вот. То есть, если у кого-то такие знакомые есть, то, пожалуйста, можно будет выйти на связь и обсудить задачи. Отлично, отлично, да. Я понял, есть еще добавить что-то? Ну, также, еще что было сделано, были исправлены рассрочки, то есть у нас одно время были, с ошибками отображалась дата следующего платежа, это исправлено. Не уверен, что уже на проде, но, по крайней мере, тестовая версия уже готовится к продакшену, то есть обновлено будет буквально на днях. Вот. И что еще добавить? Сейчас, гляну, у меня это просто записано. Так, ну и, ну и все, наверное, на этом пока. Ну, отлично, отлично. Вопросы, предложения, пожелания какие-то? На данный момент нету. Нет пока, да? Ну все тогда, Сергей, спасибо тебе за рассказ. Давайте, наверное, теперь нам Максим расскажет, чем он сейчас занимается и какие у него планы. Максим, ты с нами? Да, приветствую, ребята. У меня сейчас, чем занимаюсь, какие планы? Сейчас с конкурсом разбираемся, очень много людей в конкурсе поучаствовало, очень много написали в чаты, кто-то не прослал логины и так далее. Со всеми этими людьми списываемся, собираем базу. Также ведется текущая работа по подготовке мониторов и камер. В целом уже практически все готово. Я думаю, я на следующей неделе буду готов полететь в Москву, организовать уже трансляцию Софимола. Вот. Я хочу сказать, хочу коротко закончить, потому что конференция наша, она должна длиться 40 минут, но так как я вошел раньше, оказывается, она мне пишет, что через 4,5 минуты закончится. Я хочу сейчас попробовать просто оплатить на ходу. Так что давайте, друзья, наверное, вопросы в чат. Денис, ты же вроде будешь видеть вопросы в чат у тебя есть? Да, 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 да. Я вижу вопросы. Так, Тамара пишет, здравствуйте. Да, здравствуйте. Добрый день, Денис и все друзья, одиномышленники. Татьяна Абина. Так, вопрос на французском. Вот. Александр пишет, привет, друзья, всей команде большое спасибо. Так, на хинди вопрос. Экспрессом трудновато перевести, конечно. Сергей, нормально, все четко рассказываешь. Вот. Саша тебе привет передает. Так, так, так. Благодарю всю команду проекта, ваша работа. Значит, Татьяна пишет и Тамара также. Молодцы, ребята. Оперативно отвечают на вопросы. Отлично, да. Так, ну, смотрите, там... Нет, Денис, извиняюсь, перебиваю. Меня зовут Эмиль, я из Азербайджана. Значит, у меня есть ряд партнеров из Европы. У нас возник такой вопрос по поводу покупки пакета. Значит, есть ли возможность добавить платежную систему, такую, как PayPal? Пожалуйста, потому что люди вот как один все... Я понимаю. Ага. Такая возможность... Я не уверен, что такая возможность есть. Потому что платежные системы, они работают с магазинами, где продаются товары в основном народного потребления, понимаете. Понятно. Денис, я понял ваш ответ. Можно робокассу как можно скорее восстановить? Просто время заканчивается, я ваш ответ понял. Робокассу как можно скорее, потому что это была для них единственная способность, обдушина. Денис, вообще, это вопрос один из основных в повестке нашей ежедневной. Мы ищем решение, уже есть наброски по реализации удобного сервиса для приема платежей. Из Европы. По версии, я бы этого очень хотел. И спасибо вам, что вы на эту тему обратили внимание. Благодарю, Благодарю, Денис. Ждем, всей командой ждем. Хорошо. Есть, спасибо. Всем привет. Команда доблестных ребят, привет вам тоже. Всем не поприветствовать, торопился, извиняюсь. Да-да-да. Денис, у вас, Денис. А Дмитрий сейчас, Дмитрий, включается. Да, всем добрый день. Рад знакомству, кого не видел еще, с кем не общался. Меня зовут Дмитрий, я больше занимаюсь англоязычным развитием проекта. Но Денис большую часть нашей работы рассказал, мы сейчас с ним активно работаем по ОАЭ. Была ряд встреч интересных, я не уверен, что мы это упоминали в прошлом моменте, я быстро заканчиваю. Да, мы встречались с большим очень пенчерным фондом, называется Plug&Play, можете погуглить, посмотреть, это очень крутые ребята, совладельцы Гугла и совладельцы банка Nero 92. Мы встречались с представителями Абадабийской семьи, тоже ждем сейчас от них обратной связи. И какие еще у нас? У нас есть задача на встречу на следующую неделю с рядом застройщиков, включая Dubai Properties, это густаржная застройщиков от Дубая, и, скорее всего, это будет еще и Марина Хиль. Постарался за 40 минут уложиться, секунд. Всем спасибо, хорошего дня. Ребят, ну что, до встречи через две недели. Всем огромная благодарность. Надеюсь, вы довольны нашей работой. И мы будем рады видеть в комментариях вашу оценку нашей деятельности. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok